В соответствии со статьей 9 Международного пакта о правах человека никто не может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию. Именно этот вопрос наиболее часто звучит у меня в переписке личной с вами. О том, что вас преследуют, что находятся рядом с вашим домом, не позволяют выйти, говорят, что на руках есть повестка, иногда ее даже показывают. Вы должны четко понимать, что махать перед вашим лицом повесткой и рассказывать, что она у них есть, и если вы выйдете из дома, то к вам придут, заберут, вызовут ОМОН или что-то еще, что они придумывают. Такое же, как и сказки, это все неправда. Если есть открытое производство по уголовному или административному делу, к вам должны в обязательном порядке по вашему зарегистрированному адресу, это не значит по адресу места жительства, а именно по зарегистрированному адресу принести повестку, в которой должны быть, а теперь внимание, запоминайте, обязательно, кто вас вызывает, то есть должность и орган, куда вас вызывают, адрес вплоть до кабинета, время, то есть дата и точное время до минуты, когда вы должны явиться по этой повестке. Посмотрите, чтобы в обязательном порядке было написано, кого вызывают, потому что если хотя бы одна буква в вашей фамилии или имени не совпадает с тем, что у вас написано в паспорте или в удостоверении, вы можете не подчиняться этой повестке, потому что она составлена с нарушениями. Далее, в этой же повестке должно быть в обязательном порядке указано в качестве кого и для чего, то есть это будет допрос, опрос, беседа и так далее вас вызывают. И самое главное, должны быть описаны основания, то есть должно быть написано в соответствии с каким открытым делом, уголовным или административным, номер этого дела вас вызывают, и обязательная ссылка на нормативный акт, то есть в соответствии с какой статьей, какого кодекса вас вызывают. Вы должны четко понимать, что именно органы власти, органы исполнения, полиция и все уполномоченные властью лица, которые имеют право по закону, предъявить вам повестку, пригласить вас на опрос, на дознание и так далее, они в обязательном порядке должны доказать вашу виновность в тех или иных деяниях. Вы имеете право молчать. И именно они должны на основании имеющихся у них фактов, которые зафиксированы, то есть это свидетельские показания, это видеосъемка, это может быть какая-то запись с другого дела, которую вам показывают, в результате которого вас привлекли, допустим, как свидетеля. То есть основное, эта мысль моя заключается в том, что именно органы следствия и дознания должны доказывать вашу вину. Вы ни с чем не соглашаетесь, вы не идете с повинной головой. И только в том случае, когда действительно вы видите, что у них есть неопровержимые факты совершения деяния, противоправного деяния с вашей стороны, вы можете сказать следующее. Представители государственных органов настолько уверены в том, что люди юридически неграмотны, что допускают одну и ту же ошибку, которая может позволить активистам не реагировать на те повестки, которые им приносят. И что самое главное, не подписывать такие повестки, потому что нет законодательного акта, который заставляет подписать вас повестку, особенно если в этой повестке есть ошибка. Самая распространенная ошибка, которую допускают государственные органы при выписке повестки, это отсутствие фамилии, имени и отчества, приглашающего на опрос или вызывающего на допрос лица. И вы видите, что в вашей повестке нет должности, нет фамилии, имени, отчества, лица, которая вас вызывает. Вы можете не подписывать эту повестку. Итак, в 260-й статье Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан написано, что обнаружив в документе отступление от установленных правил, пробелы, противоречия, другие недостатки, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе потребовать, чтобы отмеченные ошибки были в документе устранены. На основании статьи 23 того же Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан стороны, участвующие в уголовном процессе, равноправны. В случае наличия описки зачеркнутого чего-то в вашей повестке либо наведенных жирным даты, времени вашего отчества, чего угодно. Это описка и ошибка. И вы, как участники процента, в данном случае, лицо, вызываемое как свидетель или как обвиняемое лицо, можете требовать, чтобы такие ошибки, опечатки, описки в документе были устранены. И до устранения этих ошибок вы имеете право не принимать документ с ошибками. То есть, если вы видите, что где-то что-то не так, чисто зрительно, по марке, как во втором-третьем классе, когда нам учитель зачеркивал-подчеркивал, вы заявляете, можете даже на повестке на это написать. Повестка содержит ошибки, принимать отказываюсь. И здесь вы можете поставить свою подпись. Вы можете вообще проигнорировать эту повестку, заявив лицу, которое вам ее предоставляет, о том, что в ней содержатся ошибки. И пускай это лицо или лицо, выписавшее эту повестку, сам находит эти ошибки и их исправляет. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.